Добрый день, мои дорогие зрители! С вами Нелли Мурашкина. Буквально вчера зашла в эпицентр и не смогла удержаться, купила пуансеттию. Рождественская звезда, всем известная. И эти ассоциации с Рождеством, с Новым Годом, когда видишь такое радостное растение. Хотела ее давно, но никогда не могла найти экземпляр, который был бы хорошим, развитым, не перецветшим, не больным, без пятен. Этот экземпляр тоже не могу сказать, что идеальный. Сейчас вам покажу. Вот есть некоторые листочки, вот с такими коричневыми пятнышками. Но они не мокрые, а шуршащие. Это меня несколько утешило. Потом я решила, что возьму и поэкспериментирую, как что пройдет. Вот еще такой листочек, видите, с такими пятнышками. Но как только он просохнет, я сразу же пролью его фундазолом. То есть, полив у меня будет первый с фундазолом. И думаю, что это приостановит все патологические процессы, которые, возможно, есть в этом горшке. Растение, ну, на ощупь, конечно же, влажное. Но, в отличие от собратьев по этажерке, скажем, он просто был влажный, но не настолько залит. Потому что соседей я брала и оттуда просто из горшка, вот сжимала я вот таким образом горшочек. И оттуда стекала вода. То есть, щедрой рукой полили, чтобы не заморачиваться частыми поливами. И растение стояло. Ну, на сегодня я хочу вам сказать, на что обратить внимание при покупке. Ну, первое, чтобы растение крепко держалось у вас в горшке. И у меня вот крепко, ну, чтобы оно визуально вас удовлетворяло, было побольше вот таких вот прилистников, ярко окрашенных. Конечно же, чтобы не было никаких насекомых на растение. Ну, то, что вы могли бы посмотреть, смотрите на листик, на центральную жилку с изнаночной стороны и на лицевой. Вот, просматриваем тщательно все это. Насекомых я здесь не заметила. Ну, а на вот эти вот пятна я пошла сознательно. Посмотрим, поборемся, попробуем. Всяком случае, стоила она не очень дорого. И как, по крайней мере, букет, пусть постоит. Еще нужно брать, смотреть вот непосредственно в соцветия. Вот, вы видите, по центру такие небольшие, как бы, головочки зеленовато-желтоватые. Вот это и есть непосредственно цветок пуансеттии. Если эти цветочки не такие, как сейчас, а уже раскрытые, там видна желтенькая пыльца, это растение уже цветет и находится давно в продаже. И, конечно же, долго оно не будет вас радовать своим цветением. Как только уже непосредственно вот эти вот цветочки опадают, пуансеттии еще какое-то время постоит, потом она начинает уже расти просто как растение. Вот эти вот его прицветные листочки зеленеют потихонечку и превращаются просто в такой зелененький кустичек. Поэтому, смотрите, чтобы вот эти вот цветочки были закрыты, вот как здесь, они везде еще закрыты. Я позаглядывала, потому что я была заинтересована в том, чтобы это растение у меня было подольше. У меня здесь три крупных сверху соцветия, ну и на более мелких еще тоже три. Что очень хорошо, конечно. Еще раз акцентирую внимание на том, на что нужно обратить внимание при покупке. На отсутствие насекомых проверяем, на отсутствие различных пятен, особенно мокнущих. Никогда не покупайте растение, если у него привявшие листья, и при этом оно находится в абсолютно квакающем субстрате. Будут опять говорить, что я первые какие-то выдаю. Но действительно, если из субстрата бежит вода, и при этом растение абсолютно вялое, такое растение не берите, у него отгнила корневая система, и оно не способно пить воду. Такое растение уже мертвец. И, конечно же, смотрим на наши цветочки. Ну, вот такие правила покупки. Покупайте и радуйтесь. Это растение может вот такими своими яркими листьями прицветными радовать вас буквально, ну, я думаю, до марта точно. С момента покупки пуанцеттии прошла неделя. Просто даже, можно сказать, пробежала. И все мои рассуждения о том, нужно ли ее пересаживать или не нужно, пришли к тому, что, конечно же, нужно. Сейчас мы с вами посмотрим, что произошло за это время с моей пуанцеттии. Вот листья, которые были повреждены, некоторые из них уже отпали. Вот этот очень легко отошел. Вот эта кучка, 4 листа отпала у меня уже. И можем видеть листья прицветные. Вот они тоже подвяли. За неделю растение я ни разу не поливала, но оно влажное. Отсюда делаем вывод, корневая система не работает. Раз она не работает, значит, она отгнила. Кстати, опять была в эпицентре и видела эти же пуанцетти. Того же завоза, с которого я прикупила. То у тех пуанцетти еще более худшее состояние. Листьев вот таких зеленых вообще не осталось. Остались буквально несколько у прицветников. И это все. Так что сейчас я буду выворачивать свою пуанцеттию из горшка. И посмотрю, в чем там дело и покажу вам. На первый взгляд, все выглядит как будто бы и не так-то и плохо. Но корни, будучи даже беленькими, вот они очень легко вот таким образом осыпаются. Они полностью отгнившие. Я попробую обобрать то, что живое у корней есть. Я оставлю. То, что опадает совершенно свободно, это отгнившие корни. Обберу и посажу в свежий субстрат. Вот я обобрала гнилые корешки. Можете посмотреть, вот их столько. Очень легко снималась. Вот видите, корневая нить, вот ее видно, вот такие вот волосочки. Все сгнившие очень легко снималось. Наподобие как у орхидеи снимается веламин с корневой нити. Так и здесь происходило. Ну, а должна сказать, что есть и живые корешки. И сейчас я посажу просто в универсальный субстрат, который есть у меня дома. В тот же горшок, это вот в котором она сидела. Просто смена полностью вот этого торфа транспортировочного, который очень сильно задерживает в себе влагу. И посажу все по-новому. Надеюсь, для растения будет, ну, конечно, это травматично, потерять корни. Ну, если бы я оставила все как есть, за неделю пребывания в таком субстрате, видите, много листьев отлетело, листья привяли, даже прицветники привяли. Первый полив произведу обязательно с фундазолом, чтобы остановить всякие патологические процессы в самом растении. Посмотрим, как пройдет процесс. Традиционно на дно горшка кладем дренаж. Потом небольшой слой субстрата. И сейчас примерим, как поместится наша корневая система. Очень хорошо. Сейчас я его обсыплю. Импровизированной лопаточкой я достала из пакетика фольгированного немножечко фундазола. Теперь опускаю его в воду. Сейчас перемешаю. Получился вот такой вот мутненький растворчик фундазола. И им сейчас полью так, чтобы вылилась влага из дренажного отверстия. После этого я поставлю растение на кухне, где тепло порядка 20-22 градусов. И, знаете, чтобы растение легче пережило стресс, я растворю еще эпин и опрыскаю его по листу. Первый полив произвожу обильный, потому что корни растревожены, распотрошены, можно сказать. И чтобы субстрат плотненько прилег к корням, нужно хорошенько пролить, а потом поставить в теплое место. И уже полить только после того, как субстрат просохнет. Ну, хотя бы на треть. Потом уже можно поливать. И пен растворю одну каплю на полстакана воды и опрыскаю, чтобы растению пережить легче стресс. Стресс, конечно, очень большой. Мало того, что распотрошена вся корневая система. Кроме этого, произошло это все в осенний период. На носу зима, как говорится. Поэтому, чтобы растение легче это пережило, помогу ему еще и пином. Для того, чтобы захватить нам нужное количество пина, я воспользуюсь либо пипеточкой, либо же просто шприцем одноразовым. Ну, все. Манипуляции, которые я планировала, завершены. Полита с фундазолом. Опрыскано с эпином. И теперь растение пойдет на свое место на кухню. Буду наблюдать за ним. Даже самой интересно, как оно все это переживет. Таких экстремальных пересадок я не производила глубокой осенью. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...